Кто стал студентом года в Республике Татарстан? Должен сказать, что будущее нашей республики и будущее нашей страны – это вы. Насколько наша система образования будет конкурентна, от этого будет зависеть, какого уровня будет наша республика. Новый запрет на цветные тату стал настоящей проблемой для тату-мастеров. В КСК КФУ у них состоялось торжественное мероприятие, и уроченное к празднованию Дня российского студенчества. Пробуйте себя, творите, ошибаетесь, но самое главное, что в этом процессе вы формируетесь как личность. Всем привет! В эфире «Универнию» со студии Надежды Мещерякова. Определены молодые ученые, получатели стипендий президента Российской Федерации. Победителями конкурсного отбора стали 13 представителей Казанского федерального университета в возрасте до 35 лет, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по приоритетам направлениям модернизации российской экономики. Они будут получать 22 800 рублей в месяц. Испытания пройдены, студенты собраны, софиты включены, самые красивые наряды надеты, итоги подведены. Как прошла ежегодная премия «Студент года Республики Татарстан» узнаете в сюжете нашего корреспондента. Премия «Студент года Республики Татарстан-2021» это 18 направлений студенческой деятельности, 360 участников в заочном этапе и 168 участников из 28 вузов в очном этапе. Традиционно в праздник «День студента» в Казани подводят итоги этой республиканской премии. В этом году премия связана с годом цифровизации в Татарстане. Весь концепт концертной программы построен на тематике современных технологий. Помимо этого цифровизация отражена и в формате проведения премии. Организаторы заменили привычные конверты с результатами на цифровые сообщения. Именно победители, объявляющие, узнавали при помощи очков дополненной реальности, QR-кодов и планшетов с паролями. Итак, пароль не сработал. Представители Казанского федерального университета стали лауреатами в 16 категориях, в 10 из которых одержали победу. Так, например, студенческий клуб КФУ стал победителем в номинации «Студенческий творческий клуб года». Первенство в номинации «Творческий коллектив года» забрал вокальный ансамбль «Грейс». Помимо этого, КФУ отличился еще и в таких номинациях, как «Староста года», «Студенческая научная организация года», «Иностранный студент года», «Студенческий совет общежития года» и «Спортивный клуб года». Награду в этой категории забрали казанские юлбарсы. «Все люди, которые у нас есть, это более 5000 спортсменов, это больше 200 активистов, это организаторы, это сотрудники, все-все-все мы боролись и будем бороться не только за победу в каждом конкурсе, не только за победу в каждом спортивном мероприятии, но и за то, чтобы спорт выходил за рамки». Помимо вышеперечисленных наград, жюри конкурса отметили КФУ в сфере информационного освещения. Победы в номинации «Студенческая СМИ года» забрали студенты Института международных отношений за их проект «Студия Ай». «Это возможность посмотреть, насколько ты вырос. Я не считаю, что это какая-то финальная точка, это больше как такая точка просмотра того, что ты уже достиг». Еще одна не менее важная победа студенты КФУ это номинация «Интеллект года». Успешно пройдя такие конкурсные испытания, как самопрезентация, научные слэмы и дебаты, первенство забрал студенты Института фундаментальной медицины и биологии. Призовой фонд «Студента года Республики Татарстан-2021» составил 400 тысяч рублей. Это рекордная сумма за историю премии. Помимо этого, впервые сразу три лауреата номинации Гран-при получили возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Победу в номинации Гран-при забрал Рахмаджон Халилов, студент Казанского национального исследовательского технологического университета. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В МГУ имени Михаила Ломоносова состоялся второй форум ректоров университетов России и Великобритании. Мероприятие приурочили ко дню российского студенчества. Форум прошел при участии 60 ректоров, представителей 35 университетов России и Великобритании. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева. В странах Евросоюза внесли законопроект, который запрещает использовать цветные пигменты для нанесения татуировок. Подробнее в нашем следующем сюжете. С этого года в странах Евросоюза вступил в силу запрет на использование цветных пигментов для нанесения татуировок. Европейское химическое агентство год назад сообщило о том, что около 4000 химикатов, которые входят в состав красок для татуировок, потенциально опасны для здоровья. Они могут вызывать рак и даже генетические мутации. Мне кажется, просто из-за того, что будет здоровье чуть меньше, только условно на Америку, на Южную и Северную, и на Россию. То есть все эти страны, которые входят в Евросоюз. Соответственно, мне кажется, будет не особо выгодно производить свои работные страны и что-то тоже они будут выдумываться и поднимать цену. В список запрещенных попали пигменты Блу-15 и Грин-7, которые содержатся в подавляющем большинстве татуировочных чернил. Сейчас создатели цветных красок работают над тем, чтобы найти безопасные альтернативы цветным пигментам для татуировщиков. Индустрия ждет чернила, произведенные на растительной основе и без вредных химических компонентов. Новый запрет стал настоящей проблемой для тату-мастеров. Особенно после двух лет антиковидных ограничений среди локдаунов. В Германии, например, в основном популярны именно цветные татуировки. И даже если мастера пытаются оживить монохромный рисунок оттенками, это нельзя сравнивать с яркими цветами. Профессионалы рынка думают, что спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. 25 января в КСК КФУ Уникс прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Татьяниному дню. О подробностях в нашем следующем сюжете. Бесспорный день студента, иначе именуемый как Татьянин день, является одним из самых ярких праздников, который во все времена проходил с большим размахом. Пандемия, разумеется, повлияла на масштаб торжества, однако не смогла полностью помешать инициативной молодежи объединить свои творческие усилия под эгидой родного вуза. Это наш день, он законный. Это как после того, как многие сдали уже сессию, очень надеюсь, что все сессии сдали, и можно чуть-чуть расслабиться. По старой доброй традиции, перед началом концерта состоялась церемония чествования Татьяны университета. В прекрасных нарядах они устроили дефиле на сцене. Наши Татьяны, безусловно, за осознанное потребление. Люди, скажем так, стасковавшиеся по ярким, замечательным событиям, всегда с радостью воспринимают этот день. Тем более, очень многие в нашей стране проходили студенческие годы, и, думаю, каждый из них вспоминает об этом с огромной теплотой и признательностью. На сцене концертного зала КСК Уникс были продемонстрированы лучшие номера талантливых студентов Казанского университета, а также гостей вуза, ведущих творческих коллективов города Казани. Не забыли и о достижениях студентов Казанского федерального. Победах в научных направлениях, спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах, успехов в общественной деятельности. Особенно в Рио ректора отметил иностранных студентов вуза. Наши иностранные студенты активно участвуют в подготовке и праздника 25 сентября, праздника Дня Татьяны, Дня российского студенчества, таким образом приобщаясь к культурным традициям России, к культурным традициям российского образования и российских университетов. Также в ходе торжественного мероприятия в адрес студентов университета прозвучали поздравления от почетных гостей, а также теплые пожелания, золотых сессий, автоматов и, конечно же, как можно больше насыщенных студенческих дней. Студенты Елабужского института КФУ также приняли участие в праздновании Дня российского студенчества. В последние годы стало доброй традицией отмечать Татьянин День всем вместе. К студентам КФУ присоединились студенты медицинского училища, колледжа культуры и политехнического колледжа. В рамках празднования состоялось открытие выставки под названием «От сессии до сессии живут студенты весело». Выставка посвящена истории студенчества и, в частности, тому, как елабужские студенты сдавали экзамены в разные годы. Надежда Мещерякова Александр Кузнецов Айдар Нурмиев Тимур Табаров Хафиз Гараев Амир Юлдашев Никита Акиньшев Универньюз На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»